В Москве сегодня почтили память Виктора Нагина и Геннадия Куринова. Журналисты погибли в Югославии 25 лет назад. Утром на здании телецентра Останкино открыли мемориальную доску. В 91-м съемочная группа тогда еще советского телевидения пропала во время подготовки репортажа в охваченной гражданской войной стране. Точное место, где захоронены журналисты, неизвестно до сих пор. Павел Пчелкин подробнее. В одном из своих последних репортажей Виктор Нагин подчеркнуто спокойным голосом рассказывал, с чем журналистам приходилось иметь дело в Югославии. Люди еще вчера, вместе поднимавшие чарку в местном ресторанчике, готовы друг друга убивать. Дорога ведет через сербские и хорватские села, ощетинившиеся блокпостами, и на каждом предупреждают дальше ехать опасно. К счастью, пока все обходилось. И нам с оператором Геннадием Куриным, а иногда и с другими советскими журналистами, аккредитованными в Югославии, за один день удавалось побывать как в лагере у хорватов, так и в сербских селах в Хорватии. Выслушать как одну, так и другую сторону. Именно так по обе стороны фронта, в отличие от западных коллег, они работали до своей гибели. 1 сентября 1991 года они, проводив детей в школу, отправились снимать репортаж о столкновениях в Хорватии. Поехали по трассе Белград-Загреб, называвшейся до войны «Братство и единство», но к тому времени ставшей уже линией фронта. Они стали первыми российскими журналистами, погибшими в первые из войн, навсегда изменивших мир, который они знали. Наши коллеги были первыми жертвами наступающего времени. Мы через 25 лет, которые пролетели как пуля, хотели открыть здесь, в Останкино, мемориальную доску их памяти, для того, чтобы все знали, что мы их помним, и что ребята, которые каждый день через вот эту дверь уезжают на репортажи, приезжают с работы, в том числе и уезжая в горячие точки, они смотрели на их имена, вспоминали их. Уезжали они в эту командировку из огромного, мощного Советского Союза в сильную, потрясающую, красивую Югославию. В командировку они ехали от гостелерадио СССР. Когда все случилось, не было гостелерадио, не было Советского Союза, не было Югославии. Все изменилось в течение нескольких месяцев кардинально, и только одни, они работали и исполняли свой профессиональный долг. К сожалению, как и положено в их репортажах, с Югославской войны в основном в кадре корреспондент. Но вот здесь, в этом трагически символичном кадре, в простреленном стекле, отразился и оператор Геннадий Куриной. Мой отец, по мировоззрению, был скорее пацифистом. Он не любил войну, но он очень любил профессию, он очень любил свою работу, и он очень ценил коллег. Их искали, искали долго. Но недалеко от места их гибели у села Кастайница обнаружен только сгоревший редакционный опель. Останки коллег так и не найдены. Как и все 25 лет, мы ждали. Есть какое-то место, когда человек уходит из этой жизни. Есть какие-то места поклонения. У нас этого нет. И я надеюсь, я все-таки надеюсь на какое-то чудо. Потому что в этой жизни все бывает. Спасибо всем, кто сделал эту памятную доску. Я очень благодарна. Помнят, не забывают, что все-таки был такой человек, который сделал, мне кажется, все для того, чтобы люди смогли увидеть то, что происходило тогда в Югославии. Поэтому огромное еще раз спасибо за то, что все-таки не забываете. Мемориальная доска открыта прямо напротив другой. Оператору Анатолию Кляну, погибшему совсем на другой войне в Донбассе. По трагическому совпадению обстоятельств, именно он вместе с корреспондентом Владимиром Соловьевым сменил на корпункте в Югославии пропавших друзей. Он очень похож на моего мужа, Гену Куренова. У них много общего. Наверное, их это объединяло. Понимаете, что хочет. Ну, пусть, если они не лежат рядом, то вот здесь они вместе. Недавно группа Первого канала специально отправилась в Хорватию, чтобы доставить камни с места, где погибли Виктор Нагин и Геннадий Куреной. Эти камни стали частью мемориальной композиции. Вы знаете, я когда слушал Галину Владимировну, Галину Георгиевну, я понял, что вот пусть так, но сегодня ребята впервые вернулись оттуда, из командировки. И я просто хочу, чтобы мы все почтили их память в минуты молчания. Воплощенная Первым каналом идея мемориала на Гену и Геннадий Куреному принадлежит нашему коллеге Владимиру Соловьеву. Все семь лет работы на корпункте в Югославии они вместе с оператором Анатолием Кляном искали правду о пропавших коллегах, подчас рискуя жизнь. Владимир признается, как тяжело сегодня стоять между мемориалами его друзья, но удовлетворен тем, что их будут помнить. Из всех 50 или более чем 50 погибших на югославских войнах журналистов, про каждого известно, где, когда, что случилось, и все они похоронены достойно. И только Виктор и Геннадий до сих пор остаются, их исчезновение остается тайной, загадкой. Тех, кто искал в Югославии наших коллег, запугивали. Представители враждующих сторон обвиняли друг друга. Свидетели исчезали или погибали при странных обстоятельствах. Правда о смерти журналистов вот уже 25 лет остается скрытой. Да и как ее найти, если до сих пор в местах, где произошла трагедия, живущие бок о бок сербы и хорваты стараются не смотреть друг другу в глаза. Павел Пчелкин, Сергей Мухин, Светлана Трофимова, Первый канал.